Почтить память героев вместе с горожанами и ветеранами пришли глава Кубани, спикер Краевого законодательного собрания, мэр Краснодара, прокурор края. Кубанская столица была захвачена немцами с августа 1942 года по февраль 43-го. За время оккупации погибли 13 тысяч мирных жителей города и края. Полгода в нашем городе хозяйничали фашисты. Полгода. Город пережил смерть, страх, душегубки. Пережил и выстоял. Выстоял на зло, непобедимое этой коричневой чуме. Город выстоял и не встал на колени. Здесь очень много молодежи, и они должны знать, какой ценой досталась эта победа. Они должны знать и трагические, и героические страницы своего города, своего края и своей страны. И гордиться своими предками. Освобождение Краевого центра от немецко-фашистских захватчиков имело символический характер. Оно дало людям надежду в том, что в скором времени враг будет изгнан с территории Кубани. Сегодня три четверти века отделяет нас от тех исторических событий. Но память бессмертна. На защиту родного города встали в 42-м вместе с солдатами Красной Армии и сами жители. В районе улицы Воровского тракторист Степан Передырий целых три часа в одиночку вел бой с нацистами. А школьник Володя Головатый стал инициатором создания подпольной группы. Вместе с друзьями они спасали и укрывали наших раненых солдат. А однажды им удалось поджечь фашистский склад горючего и уничтожить фашистские танки, которые стояли там на ремонте. Важно, чтобы об этих подвигах знали и помнили современные школьники и студенты, отметил Вениамин Кондратьев. Ученик 42-й школы города Краснодара Володя Головатый, который возглавил подпольное движение в свои 15 лет. И за пару дней до освобождения Краснодара был в связке замучен и убит фашистами. Это чувство преданности своей земле должно жить в сегодняшних мальчишках и девчонках. Они должны понимать и знать, что нет ничего страшнее войны и нет ничего ценнее и дороже мира. 12 февраля это та дата, которая навсегда вошла в историю кубанской столицы. После войны город Краснодар вошел в число 15 городов, которые наиболее пострадали от войны, от фашизма прошли долгие годы, 75 лет. Сменились поколения, но как и раньше, так и сегодня горожане несут цветы к монументам и обелискам. Отдать дань памяти на митинг пришли больше 7 тысяч человек, среди них и сами ветераны. Сегодня в Краснодаре живут 26 воинов-освободителей. После церемонии возложения венков военнослужащие Краснодарского гарнизона прошли торжественным маршем и пронесли знамена воинских частей, освобождавших Краснодар.